МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Строить стали меньше, есть проблемы и в промышленности. Подведены итоги социально-экономического развития Гродненской области за первый квартал 2018 года. Внимательность как ключ к собственной безопасности. Транспортная милиция Гродно об увеличении пассажиропотока и профилактике правонарушений. Ненаграды ради лучших медсестер области наградили накануне профессионального праздника. Их цель – прочный мир. Международный день Красного Креста праздновали во всем мире. Так ли страшен май, как его молюют? Боятся ли гродницы заключать брак в мае? И какую цифру предпочитают видеть в своем свидетельстве о заключении брака? Перспективы и проблемы региона, зарплаты, работа и строительство. Подведены итоги социально-экономического развития Гродненской области за первый квартал 2018 года. Темпы неплохие, объем валового регионального продукта в январе-марте составил 2 миллиарда рублей или более 105% к уровню соответствующего периода прошлого года при задании в 102%. С положительной динамикой развития сработали почти все отрасли. Однако цифры хоть и высокие, но идет замедление темпов роста производства. В первую очередь руководство области беспокоит динамика на конкретных предприятиях в промышленности. В промышленности замедляются объемы по нашим крупным таким промышленным предприятиям, как Гродно Азот, Гродно Энерго. Пока замедляются объемы по производству продукции, по нашему холдингу Гродно Мясо Молпром. Вместе с тем положительный вклад вносят по наращиванию объема предприятия без ведомства, подчиненности в частный сектор. Но этого пока еще недостаточно. Не достигли в регионе доведенных показателей по росту заработной платы. Динамика есть, но цифры неубедительны. Не удается достигнуть и баланса на рынке труда в плане спроса и предложения рабочей силы по профессионально квалифицированному составу. Всего за январь-март 2018 года в службу занятости обратилось 6,5 тысяч человек. Из них больше половины зарегистрированы в качестве безработных. Председатель Гродненского облсполкома Владимир Кравцов поручил скорректировать действия на следующий период, чтобы запланированные показатели были достигнуты. О данной распоряжении более усердно работать с заказчиками по реализации инвестиционных проектов. У нас наблюдается рост инвестиционной активности. Кроме двух наших основных инвестиционных проектов, это атомная станция М-6, они у нас сегодня занимают 50% уделенный вес, нам еще необходимо поработать с иными заказчиками по реализации инвестиционных проектов. Потому что достаточно большое количество, которые еще реализуются с превышением нормативных сроков строительства, которые законсервированы, это сегодня резерв по увеличению объемов инвестирования. Ну и также остаются вопросы и решения по вводу жилья. К слову, строительная отрасль вызывает у руководства области особое беспокойство. За первый квартал текущего года объемы строительства на Гродничне по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизились на 20%. По всем рассмотренным вопросам будут приняты дополнительные меры. Их призвание – помощь и защита тех, кто в этом нуждается. Международный день Красного Креста отпраздновали во всем мире. В нашей республике история организации, которая призвана предотвращать и облегчать страдания людей, началась более 150 лет назад. Сегодня в Гродненской области белорусское общество Красного Креста насчитывает более 160 тысяч человек, 2 тысячи волонтеров, почти тысячу первичных организаций, 18 городских и районных. В честь всемирного праздника в Гродно состоялось торжественное мероприятие. Сегодня Красный Крест – это шесть основных стратегических направлений деятельности масштабных. Это реагирование на чрезвычайные ситуации, это оказание помощи нуждающимся людям, это распространение знаний о Красном Кресте, это медико-социальная помощь и уход на дому, ну и многое-многое другое. На Гродничне Белорусское общество Красного Креста реализовывает сразу несколько масштабных проектов. В том числе это и социальные проекты для интеграции детей с ограниченными возможностями, отряды быстрого реагирования и служба сестер милосердия. Благотворительным мероприятием в регионе все больше подключается и молодежь. Количество волонтеров растет. В тройке самых распространенных дел подростков с добрым сердцем, медико-социальная помощь, а это конкретная помощь конкретным людям. «Сегодняшнее наше мероприятие, которое мы проводим, оно послужит добрым примером для того, чтобы и волонтеров стало больше, сподвижников общества Красного Креста стало больше. И те средства, которые сегодня собираются за счет членских взносов, шли именно для уязвимых категорий населения. Понимание среди наших жителей Гродничны есть». В рамках праздничного мероприятия была представлена выставка фотографий, рассказывающая об истории развития движения на Гродничне. Планируется, что экспонаты, представленные на ней, в скором времени пополнятся, что станет поводом для открытия в Гродно еще одного уникального музея. С мая по сентябрь города, как правило, пустеют. Люди отправляются в отпуск. Вместе с тем существенно возрастает пассажиропоток, появляются дополнительные сезонные рейсы и маршруты. Так работает, например, Гродненский аэропорт, где регулярно и сравнительно загруженные авиасообщения есть только как раз в летний период. Возрастает и востребованность железной дороги. Впрочем, как отмечают в транспортной милиции города Гродно, усиливающийся пассажиропоток не сказывается на росте правонарушений и преступлений, совершаемых в аэропортах, на вокзалах и непосредственно в самолетах или поездах. Причин тому несколько. Во-первых, совместно с сотрудниками правопорядка бдительно за порядком следят и так называемые «добровольные дружины». Как признаются сами транспортники, это существенное подспорье для правоохранителей и еще один повод для злоумышленников выбирать законопослушный вектор поведения. Во-вторых, вокзалы и большинство поездов оборудованы камерами видеонаблюдения. Это также дисциплинирует недобросовестных граждан. А в том случае, если преступление или правонарушение все же происходит, видеонаблюдение помогает установить истину и преступника по горячим следам. Так, за 4 месяца текущего года транспортной милиции зафиксировано 9 преступлений на вверенной им территории. Из них 80% раскрыты. Что примечательно, подавляющее большинство преступлений и правонарушений совершаются пассажирами в состоянии алкогольного опьянения. Третий фактор, позволяющий минимизировать количество преступлений – серьезная профилактическая работа, которой транспортная милиция не пренебрегает круглый год. Мы разъясняем гражданам, чтобы они следили за сохранностью своих вещей, потому что это одна из причин совершения преступлений и правонарушений. Граждане должны быть бдительны, пассажиры должны смотреть за своими вещами, тогда не будет никаких проблем в пути следования. День медицинской сестры отмечается в нашей стране 12 мая. Накануне профессионального праздника лучшим вручили почетные грамоты от профсоюза. Многие на торжество пришли прямо с рабочего места. Без помощи медсестер невозможно было обойтись ни во времена войны, ни сейчас. В их профессионализме нуждаются как пациенты, так и сами врачи. Кто она, лучшая медсестра, узнавала наша съемочная группа. Благодаря современным технологиям сейчас возможно заменить представителей многих профессий, но, к счастью, есть те, которые невозможно представить без человека. Одна из них – медицинская сестра. На плечах, как правило, девушек. В белых халатах лежит первый и важный этап подготовки пациента к самым разным процедурам. Наталья Олейник в медицине уже 25 лет. Первая ее специальность – акушерство. Но здоровый интерес ко всему новому и необычному привел опытную медсестру в рентгенологическое отделение. Здесь, признается, она видела все – пострадавших в аварии, упавших с высоты и тех, кто только после томографа узнал, что у него страшный диагноз. Но, несмотря на все это, она готова и дальше отдавать все свои силы работе здесь. «Самым сложным страшно увидеть, когда умирает пациент. Это вот это, наверное, с этим как-то нельзя смириться. Это вот самое сложное. Хочется быстро сделать исследование, чтобы врач по возможности быстро оказал помощь, чтобы спасти пациента. Самый вот страх, наверное, чтобы не потерять пациента». И таких, как Наталья, по всей области более 13 тысяч. Каждый из медсестер ежедневно выполняет свои обязанности, что называется, на совесть. Ведь здесь в медицине не должно быть равнодушных и некомпетентных сотрудников. От них зависит не просто здоровье, а целая человеческая жизнь. Выбрать лучшую, признается в профсоюзе, нелегкая задача. Каждая медсестра, та, которая уже десятки лет отдала своей работе, или та, что только недавно пришла в мир медицины, заслуживает награды. «Для среднего медработника, врача, наверное, не приоритет даже заработная плата, а то, что он может своим опытом, работой помогать людям. Поэтому, естественно, в здравоохранение идут люди по призванию, для того, чтобы оказывать помощь людям». Только вот не ради награды и поощрения все они готовы помогать тем, кто оказался в больнице. Кроме того, что они качественно выполняют все свои обязанности, они готовы поддержать больных и добрым словом. «В Грудинской области выполняется ряд мероприятий, которые направлены на повышение квалификации. Создается симуляционный центр, разрабатываются инструктивные методические руководства для того, чтобы упростить работу среднего медицинского работника». Свой профессиональный праздник многие из них встретят на рабочих местах, ведь их главная забота – здоровье пациента. А лучшая награда – пустые больничные койки и искренние улыбки людей. Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак, Новости, Гродно+. Жениться в мае всю жизнь мается. Такими присказками бабушки пугали своих впечатлительных внучек много лет назад. В прогрессивном 21 веке этим предрассудкам верят далеко не все молодожены. Статистика показывает, в Гродно в среднем заключается по 30-50 браков именно в мае. Впрочем, как признаются специалисты, это действительно меньше, чем в любой другой месяц традиционно популярный вступающий в брак. К слову, меньше официально становиться мужем и женой гродницы не стали. По Гродно, к данному моменту, когда пик свадебного сезона еще не наступил, уже заключено порядка 500 браков. Это во многом свидетельствует о том, что институт брака по-прежнему имеет свой авторитет и является более предпочтительным, чем простое сожительство, в народе именуемое браком гражданским. А вот сказать заветное «да» в торжественной обстановке непосредственно в стенах ЗАГСа выбирает примерно половина молодоженов. Многие сегодня либо предпочитают максимально простое и неторжественное официальное вступление в брак, либо отдают предпочтение набирающим популярность так называемым выездным регистрациям. Вместе с тем, особую атмосферу регистрации брака именно в ЗАГСе сложно повторить где-либо еще. Вырос и средний возраст, вступающий в брак. Теперь на этот важный шаг люди решаются в более зрелом возрасте – от 27 до 32 лет. Впрочем, важности цифр в вопросе брака молодожены в целом проявляют большую щепетильность. И за самые символичные даты года идет нешуточная борьба. Впереди бурный свадебный летний сезон. Самыми популярными датами в этом году ожидаются 18 августа, 8 сентября. Естественно, это обусловлено красивой цифрой 8, которая символизирует бесконечность. И, естественно, ее берут за основу и выбирают наши молодожены. С 10 по 13 мая корты спортивного комплекса Купаловского университета принимают международный турнир по большому теннису Гродно Оупен. Спортсмены из Беларуси, России, Литвы, Польши и Германии борются за кубки и очки в международном сеньорском рейтинге. Как в этом году проходит международный теннисный турнир и почему этот вид спорта любят миллионы людей во всем мире – в репортаже Олеси Матвеенок. Денис – один из самых молодых игроков турнира. Гродно Оупен – первое соревнование спортсмена-любителя и удача уже на его стороне. Со счетом 6-4-6-2 он обыграл своего соперника из столицы. Мужчина признается – такие победы придают уверенности в себе и дарят веру в собственные силы. Это индивидуальный вид спорта. Здесь все зависит от тебя, если говорить об одиночном теннисе. Во-вторых, здесь довольно интересные люди играют в теннисном сообществе. В любительском тем более. В этом году Гродно Оупен собрал 57 участников из Белоруссии, России, Польши, Литвы и Германии. История этого любительского турнира началась в далеком 89-м. С тех пор он значительно изменился, расширилась география участников, их количество и повысился уровень подготовки. Но главное – он приобрел статус международного. Турнир происходит под эгидой ITF. Это Европейская теннисная федерация проводит наш турнир. Он имеет статус международный. В международном статусе мы уже седьмой год. Имеем третью категорию. Выше только является вторая, первая и категория А – это чемпионат мира. Теннисисты соревнуются в одиночных, парных и смешанных возрастных категориях мужчин и женщин. Самому молодому участнику турнира – 35. Самый зрелый спортсмен уже отметил свой 72-й день рождения. Я сам с Латвии, путешествую по турнирам в течение года, служу в различных странах. Из Гродно наблюдаются сильные игроки в 35-40 плюс в категориях. А также в каждой категории можно найти довольно сильного игрока в 60 особенно в категории плюс. Очень хороший состав. Несмотря на серьезную конкуренцию и высокий уровень подготовки теннисистов, на кортах царит доброжелательная атмосфера. Гродно-Оупен – не просто соревнование. Это настоящий спортивный праздник. В то время как одни пополняют копилку спортивных наград, другие радуются общению и любуются красивой игрой. Он интеллектуальный. Это шахматы на ногах. Это кажется, что они бьют, бьют, бьют помещу. Они каждый момент продумывают, куда послать, как принять, что сделать дальше. Это шахматы, поверьте мне. Так говорят в реке – шахматы на ногах. Я сама тренируюсь на турнире. Я почему люблю ездить по турнирам, что я приезжаю, я получаю именно процесс тренировки. Общение очень интересное. Посмотреть, кто как играет. Что-то для себя беру нового. Сеньоры или ветераны-любители большого тенниса встречаются по несколько раз в год на различных международных турнирах. Белорусские спортсмены тоже активные участники европейских соревнований. Особенно часто наших игроков можно встретить в соседнем Друскененкае. И ехать близко, и дружественные спортивные связи уже налажены. Приезжают ребята из Белоруссии. Мы дружим с Гродненским клубом, с Россией, с Польшей. И хочу, пользуясь моментом, сказать, что они очень хорошо нас принимают здесь, в Гродно. И мы тут как дома себя чувствуем. Сегодня большой теннис достаточно популярен в Белоруссии. Любят его и жители нашего города. Если в начале 90-х на постоянной основе тренировалось не более 30 гродненцев, то сегодня эта цифра выросла до 800 человек. Наш регион, как никакой другой, дарит национальной сборной перспективных талантливых спортсменов. Но вот достойно представить на международной спортивной арене саму Гродненскую область, нашим игрокам пока, увы, не под силу. Что касается конкретно Гродненской области, у нас, конечно, очень большая нехватка крытых кортов. Если правильно сказать, их вообще просто отсутствие специализированных кортов. На сегодняшний день летние корты мы хоть как-то решаем вопросы. А вот зимняя база, если касаться профессионализма, то у нас, получается, дети занимаются, летом они играют хорошо, а зимой как получится. Нехватка теннисных кортов – проблема международная. Сегодня она волнует игроков десятков европейских государств. Но здесь, на международном любительском турнире «Гродно Опен» выход из этой непростой ситуации, кажется, найден. Как обычно, кортов мало, времени мало. Но у меня есть свой личный корт. Мы играем сколько хотим и всех приглашаю. Будем играть с утра до ночи и даже при свете фонарей поиграем. Кто из игроков станет счастливым обладателем кубка и поднимется в международном сеньорском рейтинге теннисистов, узнаем через несколько дней. А пока самое время демонстрировать красивую игру и доказывать, что возраст – лишь цифра в паспорте, но никак не показатель бодрости духа и тела. Олеся Матвиона, Кагаджан Батырджанов, Новости, Гродно Плюс. Ежегодно каждое второе воскресенье мая в нашей стране отмечается государственный праздник. День государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. 13 мая в Гродно возле мемориального комплекса «Войнам-пограничникам» состоится торжественный митинг. Начало мероприятия в 13.00. Праздник красоты, молодости и талантов. 18 мая на главной сцене Гродненского драмтеатра пройдет финал конкурса «Королева красоты Мисс Гродно-2018». Кастинг стартовал еще в апреле. Из 50 претенденток на участие в шоу жюри оставило всего 18 девушек. Как разрешится интрига и кто из девушек получит заветный титул, станет известно ровно через неделю. Организаторы обещают, что шоу будет ярким и запоминающимся. И в завершении выпуска информация от нашего партнера МТС. Хорошая новость для тех, кто любит музыку. В приложении МТС-Мьюзик вы можете слушать музыку онлайн, но не тратить на это мегабайты. Интернет-трафик в приложении бесплатен. 20 миллионов композиций, новинки и хиты всегда будут с вами. Попробуйте. Первые 30 дней сервис бесплатен для пользователей. Заходите на сайт music.mts.by, чтобы узнать подробности и скачать приложение. Также вам расскажут про сервис МТС-Мьюзик в ближайшем салоне МТС. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова